добрый день уважаемые слушатели меня хорошо слышно можно в чате написать слышите вы меня хорошо или нет прошу прощения за некоторую задержку я рада все-таки еще раз поприветствовать вас на вебинаре dog flow надеюсь у всех хорошее настроение и хороший настрой я сейчас немного расскажу вам об интерфейсе и регламенте мероприятия пока остальные слушатели еще подключаются и так основным окном вы видите окно презентации собственно говоря по которой будет проходить наш вебинар левом нижнем углу расположено окно для скачивания сегодняшней презентации вы можете ее скачать как во время вебинара так и после него все материалы сегодняшнего вебинара будут размещены на портале dog flow если вы испытываете сложности со звуком или с чатом то вам нужно быстро вернуться на страницу техническими требованиями на портале dog flow и тогда пройти еще раз проверку флеш плеера или звук далее основной частью вебинара будет выступление спикера после которого мы проведем небольшой интерактивный опрос и в финале вебинара появится окно чата окно чата сейчас она у нас включена но на момент чтения презентации мы чат отключаем так как он отключать отвлекает спикера и это не очень удобно и так еще раз напоминаю что все материалы сегодняшнего и предыдущих вебинаров вы сможете увидеть на сайте dog flow.ru вернемся немного к регламенту у нас в финальной части появится окно чата который будет несколько больше чем она является сейчас и в чате вы сможете задавать свои вопросы спикеру у нас на это будет 15-20 минут те вопросы на которые спикер не успеет ответить вы сможете прислать по электронной почте на dog flow собачка dog flow.ru а также свои пожелания и так наталья хромцовская наш сегодняшний спикер это ведущий эксперт компании eos по управлению документацией и я напоминаю все всем что тема сегодняшнего вебинара ужесточение требований законодательства к делу производства наталья добрый день до добрый день итак еще секунду я убираю чат после чего мы приступим уже к нашему онлайн семинару да наталья передаю вам слово спасибо большое здравствуйте уважаемые коллеги я благодарна за то что вы пришли на наш семинар и сегодня мы поговорим об ужесточении требований к законодательству к делу производства почему с моей точки зрения эта тема представляет интерес важна для специалистов по управлению документами дело в том что нам с вами регулярно приходится убеждать начальство или пытаться убедить в том что нам нужно выделять финансы нам нужно выделять ресурсы и людей а в тяжелых экономических условиях нам еще приходится бороться за то чтобы это все просто не срезали и к сожалению выбор аргументов у представителей нашей с вами профессии в общем-то не очень богат все что могут предложить специалисты своему руководству можно разложить на несколько вариантов самый идеальный и крайне редко встречающийся вариант бывает тогда когда без идеального налаживания работы с документами просто невозможно ведение бизнеса или когда реально можно доказать что упорядочение работы с документами позволяет организации реально заработать так везет крайне редко во всяком случае я в своей практике такую встречаю не очень часто поэтому основными возможностями аргументов для руководителей является варианты запугивания причем один из запугивания связанные с рассказом о тех нежелательных негативных последствиях которые возможны в случае плохого работы с документами это прежде всего конечно риски штрафов и различных судебных разбирательств утечки информации и такого подобного рода ситуации помимо этого это возможность использования реальных статей уголовного кодекса по которым само руководство или организация может быть привлечена к ответственности причем совершенно понятно что такие знания таких законодательно-нормативных норм для специалистов доу весьма полезны но самое главное назначение этих знаний активное их использование при работе с руководителями для того чтобы убеждать их они у нас достаточно прямые что выгоднее дешевле потратиться на налаживание работы с документами на обучение персонала чем потом тратить деньги на штрафы на судебные издержки тратить свои нервы и соответственно престиж организации будет падать всего лишь два года назад основным наказанием которое могло бы привлечь могла получить а могла получить организация это был штраф в 500 рублей за необеспечение сохранности документов архивного фонда и конечно же в такой ситуации разговаривать с руководством было крайне неудобно сама пять лет назад работая руководителем подразделения банка обсуждая с руководителем банка финансирования своего подразделения первый вопрос который я получила в ходе дискуссии а зачем мне это надо и что мне будет за то что я не буду выполнять никакие из предложенных вами реорганизации и предложений мой скромный ответ о 500 рублях вызвал бурю эмоций и предложил и вопрос вам эти 500 рублей сейчас отдать или потом когда придут с проверкой совершенно понятно что в такой ситуации руководителя не было никакого стимула кроме каких-то наверное моральных позиций финансировать работу службы дух за пять лет утекло очень много воды и сейчас значительно усиленная прежде всего административная ответственность организации за работу с документами причем я хочу обратить внимание особо подчеркнуть что данные законодательные нормы связаны не вообще напрямую с совершенствованием делопроизводства как такового большинство из тех штрафов и других видов наказаний связаны прежде всего сведением деловых деловой деятельности организации требования прежде всего вытекают из закручивания гаек в определенных отраслях и тенденции связаны с двумя направлениями прежде всего усиления административной ответственности которые выражаются и с введением новых штрафов и значительным увеличением сумм штрафов уже существующих помимо этого в законодательство впервые за несохранение документов введена субсидиарная ответственность руководителя об этом мы чуть поподробнее поговорим позже причем логика достаточно проста именно в момент проведения проверки а у нас контролирующих организации достаточно много именно в момент они могут выявить те или иные проблемы и те или иные нарушения связанные с работой с документами поэтому именно в этот момент им нужно предоставить все рычаги и все возможности для того чтобы выявленный факт был наказан раньше фактически состояние делопроизводства проверять было некому и именно поэтому большая часть тех требований которые законодательстве существовало давно большинство организаций не исполняла сейчас контролю над делопроизводством подключились регуляторы тяжеловеса это федеральная служба по финансовым рынкам это банк россии это федеральная антимонопольная служба федеральная налоговая служба и всем им законодательстве предоставлены не только права но и самое главное что в кодексе об административных правонарушениях прописаны какие штрафы они имеют право с нас взять помимо этого появилась и ужесточилась и уголовная ответственность связанная с введением ряда наиболее значимых документов если мы посмотрим внимательно на то как построено законодательство точнее на те требования которые в законодательстве существуют в области управления документами то прежде всего обратите внимание что требования то сами существуют уже давно но поскольку большей частью в законодательстве не было предусмотрено никаких наказаний за нарушение этих требований то они фактически существовали сами по себе но существует и существует никому не мешают и слава богу соответственно введение элементарное введение конкретной статьи в кодекс об административных правонарушениях существенно поменяла эту ситуацию причем если мы говорим о государственных органах у них позиция проста все что написано надо исполнять для коммерческих организаций практически нереально и большинство экспертов с этим соглашаются что невозможно выполнить все законодательные требования которые к организациям в законах прописаны поэтому организации прежде всего исполняют обращают внимание на 3 на те требования нарушение которых влечет за собой очень существенное наказание а те требования по которым или нет наказание или они небольшие конечно же организациями игнорируются то и также отметить что организации коммерческие неравноправные в этом вопросе большую тяжесть несут прежде всего акционерные общества и организации занимающимися занимающиеся торговли на рынке ценных бумаг потому что именно это законодательство наиболее жесткое по отношению к управлению документами и контролирует это очень серьезная контора знающие как это делать федеральная служба по финансовым рынкам поэтому на это стоит обратить внимание давайте посмотрим что происходило в законодательстве последнее время прежде всего хочу обратить внимание что 2009 году в кодекс об административных правов нарушениях была введена новая статья 1325 нарушение требований законодательства о хранении документов и штраф который юридические лица несут за нарушение этой статьи был установлен от 200 до 300 тысяч рублей сразу скажу практика показала мои коллеги мне рассказывали что после введения этого этой статьи и после того как появились публикации на эту тему они вооружившись этими материалами смогли добиться очень многого от своего руководства потому что на стол руководителю клался реальный документ и он видел реальную финансовую грузу своему благополучию но здесь ситуация усложняется еще и тем что контролирующие органы особенно федеральная служба по финансовым рынкам очень любит использовать эту статью в сочетании со статьей 19.5 невыполнение в срок законного предписания контролирующего органа где штрафы значительно выше от 500 до 700 тысяч рублей устанавливая факт нарушения федеральная служба имеет право выставить предписание с требованием исполнить и исправить недочеты в работе в том числе и работе по хранению документов организации и если организация не исполняет это предписание штраф может быть значительно увеличен причем уже сейчас пошла достаточно интересная арбитражная практика вот здесь на этом слайде я привела примеры всего лишь трех судебных разбирательств связанных со штрафами обращу ваше внимание что по каждому этому примеру даны номера дел и по этому номеру дела вы можете ознакомиться с полным текстом судебных решений в базе решений арбитражных судов в интернете почитайте вам понравится ну первый пример элементарный случилось страшное вывезенные на хранение в подвал гаража документы при паводке были залитой водой и полностью уничтожены организация в момент проведения проверки радостно об этом сообщила контролирующему органу который тут же выставил штраф в 200 тысяч рублей причем аргументы у него были очень жесткие ссылались прежде всего на положение о порядке и сроках хранения документов акционерных обществ где четко записано что в случае утраты документов организация должна хранить заверенные в установленном порядке копии а поскольку эта организация не позаботилась о восстановлении документов суд признал правомочным такой размер штрафа еще более не повезло организации у которой проверяя протоколы общего собрания акционеров контролирующие контролеры вдруг обнаружили что в нарушении тех же самых постановления конверт с бюллетенями не опечатан надлежащим образом в результате штраф был выставлен тоже в 200 тысяч рублей надо сказать что в этот в этом случае суд подошел весьма гуманно он признав явное нарушение и поругав организацию за это все таки решил что за такой за такое нарушение штраф 200 тысяч все таки многовато и сам штраф отменил но это не значит что другой судебный орган другой суд решит что это действительно так и пример связаны уже с неисполнением предписания в данном случае пострадало акционерное общество которое находится в татарстане опять же проверяя протоколы собраний акционеров выяснили контролеру что отсутствует в качестве приложения договор о крупной сделке которая это собрание акционеров одобрило они потребовали его предъявить организация предъявить его не смогла причем она писала объяснение что подлинник хранится у члена советов директоров общества который живет в москве и тут же получила предписание на устранение этого недостатка поскольку согласно требованиям законодательства общество должно акционерное обеспечивать сохранность документов по месту нахождения исполнительного органа уговорить за три месяца своего члена советов директоров вернуть подлинник договора на место организации не удалось в результате штраф составил 500 тысяч рублей а арбитражный суд по волжского округа признал этот штраф правомочным поскольку не было исполнено предписание я хочу обратить внимание на то что по этим же самым статьям на такую же сумму любая организация в принципе может быть оштрафована даже за отсутствие номенклатуры дел обратите пожалуйста на это внимание конечно утраты документов случаются по разным причинам и раньше они случались и будут случаться и впредь от этого никуда не деться это могут быть и причины умышленного уничтожения это могут быть и ситуации при различных чп поэтому совершенно понятно что уже существуют определенные правила связанные с фиксацией этих фактов единственное отличие современной ситуации состоит в том что если раньше организации было достаточно составить акт об утрате или повреждении тех или иных документов с указанием причины привести подложить к этому акту если документы были уничтожены в случае чп наводнения пожар и так подобные ситуации подтверждающие документы выданные соответствующими государственными органами и он фактически совершенно свободно эта организация могла отбиваться от любых контролирующих органов которые пытались истребовать у них какие-либо документы судебная практика тех лет показывала что суды вставали на защиту организации говоря о том что они не в состоянии представить документы ввиду их полной утраты сейчас ситуация изменилась кардинально особенно в отношении акционерных обществ поскольку в правилах работы акционерных обществ упомянутом мною положение которую утвердила контролирующая инстанция сказано четко что в случае утраты документы надо восстанавливать поэтому обязательно обратите внимание чтобы с документами не случилось вы должны начать их восстановление причем необходимо документировать все свои действия официальные письма контрагентам и государственным органам с просьбой о представлении заверенных копий дело в том что любое чп это утро риск утраты документов это возможность вылететь из бизнеса поэтому любая организация должна четко себе представлять что ей надо делать в случае утраты документов и куда бежать чтобы можно было восстановить эти документы еще один фактор который очень серьезно начинает влиять на ситуацию это то что есть и раньше контролеров волновали только бумажные документы то сейчас большинство из них вошло во вкус и прекрасно понимая насколько легче контролировать и исследовать электронные документы использование используя информационные технологии все чаще и чаще начинают требовать представления документов для проверки в электронном виде и вот еще в законе о защите конкуренции антимонопольная служба уже прописала себе возможность потребовать и обязанности организации предоставить по ее желанию служебную переписку в электронном виде а это фактически электронная почта и это надо иметь в виду закон вступил в силу в 2009 году налоговые вопросы штрафов пошла идет своим путем наиболее распространенная статья по которой в данном случае привлекается организация это 126 непредставление необходимых документов но вот со 2 сентября 2010 года штрафы по всем нарушениям связанных с документами существенно увеличились в данном случае с 50 рублей до 200 рублей за каждый документ помимо этого увеличили штрафы за не сообщение сведений налоговому органу практически в 5 в 4 раза и в 2 раза увеличилось наказание банка если он не исполняет решение о пристановлении операции по счету штраф ну вот особенно по 126 ну совершенно смешной 200 рублей вроде бы немного но федеральная налоговая служба она же берет массовостью и уже бывали трагические случаи дело в том что организации могут потребовать предоставить очень большой объем документов поскольку законодательством ничего не ограничено и организации просто может не хватить никаких возможностей для того чтобы выполнить в надлежащий срок а это 5 дней причем если сейчас это еще очень даже гуманно 5 рабочих дней но это изменилось только 2 года назад до этого налоговики использовали в своем законе просто 5 календарных дней и самым любимым развлечением было представление таких требований 30 апреля перед первомайскими праздниками вот два наиболее наверное вопиющих примера которые были в истории наших взаимоотношений с налоговой в 2007 году дали связь при проверке потребовали представить 14 миллионов выставленных абонентом счетов и оштрифовали за непредставление на 707 миллионов рублей а самотвор нефтегаз не смог представить вовремя 3 с лишним миллиона суточных рапортов о работе скважин и его попытались оштрафовать на 164 миллиона рублей конечно такие вопиющие решения были даже тогда судом отменены но это не значит что в других случаях суды не поддерживают налогу и к сожалению размеры штрафов за непредставление только растут что касается персональной ответственности руководства за отсутствие документов то вот эта новая вещь субсидиарная ответственность руководителя вещь очень коварная дело в том что вот законодательство сформулировано таким образом что руководитель при уходе с работы должен очень озаботиться получением документа в котором будет четко зафиксировано за подписью сменяющей его стороны что он передал все дела в полном порядке в противном случае этот человек даже оставляя коммерческую структуру в надлежащем виде хорошо работающую в случае ее дальнейшего банкротства может быть привлечен к этой ответственности потому что он не сможет доказать что он сохранил те документы именно не он утратил документы банка причем банкротство это такая вещь что очень часто большинство о них когда бизнес хорошо работает о нем никто не думает а в данном случае очень важно донести до руководителя любого что он должен всегда заботиться о делопроизводстве просто для того чтобы прикрыть неприятности просто возможные причем я хочу обратить внимание что для большинства организаций состав документов за которые руководитель несет ответственности в принципе не очень большой это документы бухгалтерского учета и отчетности обязанности по хранению которых установлены законодательством российской федерации больше неприятностей содержит положение закона о банкротстве кредитных организаций потому что там добавлены положения о том что руководитель должен обеспечить сохранность и иных документов отражающих экономическую деятельность организации в данном случае эти положения очень не четкие и не ясные в принципе любой документ банка можно в эту группу включить а значит у руководителя кредитной организации могут быть очень большие неприятности теперь поговорим об уголовной ответственности я не буду сейчас говорить о традиционных формах мошенничества с документами которые существуют давно и в кодексе уголовном уже давно давно прописаны мы поговорим о новых формах мошенничества связанных прежде всего с появлением электронных документов и электронных государственных реестров законодатель уже осознал эту опасность причем это не пророческие видения нашего государства поскольку отдельные факты и случаи уже были к сожалению в открытой прессе такая информация всегда достаточно ограничена но все-таки она время от времени появляется и тот факт что эти преступления выделены в отдельные статьи уголовного кодекса говорит о очень многом хочу обратить ваше внимание и еще на один момент что сейчас государственные базы данных как правило ведутся в смешанном делопроизводстве когда бумажные документы подтверждающие правомощность есть внесение изменений и электронная база данных хранится в государственной структуре именно поэтому вот эти статьи можно разбить как бы на две части потому что механика преступлений достаточно проста один вариант связан с тем что в организацию государственную подают подаются подделанные сфальсифицированные документы для внесения изменений в реестр и ничего не подозревающий государственный орган вносит эти изменения а дальше так сказать идет процесс для чего все это было сделано эта вина возлагается именно на коммерческие структуры соответственно и уголовные ответственность несут именно те кто подделал бумажные документы а вот второй вариант более серьезный и более опасный для государства когда уже в этот процесс включаются инсайдеры государственные служащие когда они за мзду вносят изменения вредные государственные реестры а после этого подлинные бумажные документы подтверждающие это изменение просто исчезают в недрах государственного органа вот статья 285 а предусматривает наказание до семи лет лишения свободы хочу обратить внимание что несмотря на то что это введено недавно с моей точки зрения наказания в этой среде будут только ужесточаться поскольку количество электронных документов электронного взаимодействия будет только увеличиваться стоит обратить внимание и на вопрос о персональных данных конечно тема очень многоплановая и вообще заслуживает отдельного разговора именно с точки зрения ведения дела производства но я хочу обратить внимание вот на что год назад я беседовала с одним из ведущих специалистов мира в области управления документами специалистом который сейчас работает в канаде она один из авторов и разработчиков стандарта 15489 нашего классического и в разговоре она высказала одну очень интересную вещь мы говорили с ней про делопроизводство канады и она сказала два закона полностью перевернули всю нашу практику работы с документами это закон о персональных данных и закон о доступе государственной информации вот я хочу обратить ваше внимание именно на этот аспект потому что мы в ближайшее время столкнемся с этой же проблемой если говорить про самые нарушения связанные с защитой персональных данных то по данным самого регулятора средний штраф за нарушение составляет 2000 рублей что в наше время ну это просто смешные конечно деньги и организации совершенно спокойно готовы платить за год вперед лишь бы только их не трогали здесь больший риск для коммерческих структур вызывает право контролирующего органа приостановить их деятельность до устранения недостатков ну во первых прежде всего это выход из бизнеса на определенное время и что самое главное уже оценка была проведена специалистами приведение системы защиты персональных данных в соответствии с законодательными нормативными требованиями это очень дорогое удовольствие то есть это очень большие деньги которые не каждая организация может себе позволить если говорить о мировых тенденциях то здесь стоит сказать что здесь стоит ожидать лишь увеличения и усиления ответственности и неприятностей связанных с этим законом причем это не только штрафные санкции это прежде всего иски пострадавших которые будут подаваться когда из-за утраты данных организации будут страдать люди чаще всего проблема связанная с персональными данными с организацией защиты связана с тем что та система делопроизводства которая в большинстве организаций существует она сформирована давно действует вроде бы прекрасно но без учета организации работы именно с персональными данными и здесь придется менять методы работы рекомендую обратить внимание прежде всего на следующие моменты не стоит собирать все подряд персональные данные подумайте возможно какие то вам не нужны не собирать все персональные данные в одну кучу а разложить их на составляющие что значительно снижает риски и возможности претензий организации ну и конечно же посмотреть в законе какие персональные данные наиболее серьезно требуют защиты и постараться без них обойтись я не затрагиваю здесь вопрос о свободе доступа государственной информации хотя уже идет интереснейшая судебная практика но это тема отдельного большого разговора ну мы приходим в общем то к концу нашего обсуждения и можно сформулировать некоторые выводы прежде всего можно с уверенностью сказать что в обозримой перспективе ситуация будет только ухудшаться в отношении закручивания гайк причем это не наше ноу-хау это мировая тенденция и основное направление это ужесточение требований к документам в жестко регулируемых отраслях хорошо это или плохо как показывает практика для специалистов доу это очень хорошо в свое время когда в соединенных штатах был принят закон с арбейнсооксли а это было 9 лет тому назад который регулировал деятельность компаний торгующих акциями на бирже положение специалистов доу и их место на социальной лестнице в организациях было крайне низко за 8 лет требования ужесточились очень серьезно и специалисты доу говорят нам грех жаловаться поскольку существенно выросли зарплаты существенно вырос престиж профессии и на социальной лестнице в большинстве крупных организаций руководители служб доу стоят на уровне руководства юридических служб фирм а вы сами понимаете насколько трепетно в сша относятся к своим юристам и это совершенно понятно почему когда от деятельности специалистов доу во многом зависит судьба компании а тем более личная судьба каждого из их руководителей то руководители заинтересованы в том чтобы служба работала хорошо чтобы она финансировалась надлежащим образом и обеспечила максимально все наиболее рискованные требования законодательства фактически такие такое ужесточение для нас становится определенным инструментом для карьерного роста и я рекомендую всем кто сегодня меня слушал отслеживая изменения законодательно нормативной базы активно ее использовать в своих целях достаточно часто мне специалисты коллеги говорят но у нас же есть юристы именно в их обязанности входит отслеживание законодательства и так далее да это действительно так но практика к сожалению показывает даже самые лучшие юристы в условиях я бы сказала так бешено меняющего законодательства в нашей стране они настолько закружены другими более важными вопросами которые перед ними ставят руководство организации они просто не в состоянии отслеживать для себя такую мелочь с их точки зрения как требования законодательства документами они не всегда это могут поэтому поскольку мы максимально заинтересованы именно в этих положениях и именно мы можем максимально эффективно их использовать в борьбе с нашим любимым руководством вот поэтому конечно эти знания прежде всего нужны нам на этом я заканчиваю спасибо за внимание я готова ответить на вопросы и постараюсь на них ответить максимально подробно спасибо за внимание Наталья благодарю вас за интересный доклад сейчас мы проведем небольшой интерактивный опрос прошу всех слушателей принять в нем участие и после чего мы перейдем уже к сессии вопросов итак одну минуту так перед вами сейчас первый вопрос всего их будет четыре я позвоню он вы 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 Продолжение следует... Большая часть аудитории уже ответила. Переходим ко второму вопросу. Продолжение следует... Спасибо. Итак, внимание, третий вопрос. Продолжение следует... Спасибо. И переходим к финальному вопросу нашего опроса. Продолжение следует... Благодарю всех, кто ответил. И сейчас мы переходим к... Сессии вопросов. Итак, вопрос окончен. Сейчас перед вами окно чата, в котором вы можете задавать свои вопросы. Если у вас по каким-то причинам пролистывается чат в начало, то это ошибка во флеш-плеере. У вас, наверное, он неправильно установлен. Прокручивайте, пожалуйста, пока его вручную. Наталья. Да, я готова. Да, первый вопрос адресован мне. Да, конечно, запись вебинара будет на сайте dogflow.ru завтра во второй половине дня. Как и записи предыдущих вебинаров. Прошу, уважаемые слушатели, задавайте вопросы Наталье Хромцовской. Она с удовольствием на них ответит. Итак, Наталья, я вижу, что вам адресованы вопросы. Я единственное только хотела бы сказать следующее. Я вижу, что уже идут вопросы. Наверняка сейчас появятся такие вопросы, на которые я сразу ответить не смогу. Поэтому договоримся, что я получу распечатку всех вопросов. И на те, которые требуются определенные изыскания, я посмотрю и обязательно отвечу. Поэтому я сейчас введу свой адрес электронной почты. Для тех, кто не получит сейчас ответы, они могут написать мне лично, поподробнее изложив проблему, и я постараюсь ответить. Потому что я сразу уже вижу, насчет регистрации программного продукта, содержащего персональные данные сотрудников Роспатенте, ничего не могу сказать. Надо смотреть, какие требования появились и какая проблема в связи с этим может возникнуть. Поэтому, уважаемого гостя, прошу просто мне написать тогда по электронной почте, более подробно изложив. Что касается вопросов, хранить в бумажном виде, кроме бухгалтерской и договоров. Значит, сейчас законодательство очень серьезно изменилось. Обратите внимание, 27 июля было принято несколько важных законов, которые фактически ввели возможность использования электронных документов в очень широкой сфере деятельности, вплоть даже до судебных дел, вплоть даже до документов пенсионных. Предусмотрена возможность, например, подтверждения стажа электронными документами и зарплаты. То есть реально на сегодняшний день ограничений... Да, есть закон, проект закона о бухгалтерском учете, который сейчас находится в Думе, который предусматривает возможность переведения и бухгалтерских документов в электронный вид. Так что здесь я бы сказала так. Если и есть какие-либо жесткие требования, то они очень маленькие, где есть только в бумажном виде. Если в случае электронного хранения документов проблем с госорганами быть не должно. Теоретически да. А практически проблема организации для хранения документов в электронном виде не решена, потому что нет ни одного законодательно-нормативного акта, как это делать, и нет совершенно ни одного методического рекомендации, как это организовывать. Исключение составляет только Центральный банк, который в прошлом году ввел правила и разрешил банковским кредитным организациям хранить первичную бухгалтерскую документацию в электронном виде. Но они тут же издали положение, которое описывает, как хранить электронные документы на съемных носителях. Цифровые копии документа и не хранить бумажные оригиналы. Очень хорошая идея, которую я постоянно продвигаю, но в данном случае необходимо первое ввести это положение в законодательство, когда сканируется первичный документ бумажный, бумажный экземпляр подлинник уничтожается, а документация хранится в электронном виде. В Соединенных Штатах этого законодательства уже существует и оно активно используется. Какие перспективы? Вы знаете, у нас сейчас идет революция в делопроизводстве, причем она только ускоряется. Боюсь, что очень быстро решение может быть. По поводу сохранности документов по месту нахождения исполнительного органа. Обратите внимание, в этом смысле акционерные общества обделены. В законе об акционерных обществах сформулирована именно такая фраза, что они должны хранить документы по месту нахождения исполнительного органа. Другие организации, ООО и унитарные предприятия, у них там в законодательстве более грамотно написано, потому что сказано или по месту, или там, где записано в уставных документах организации. Поэтому здесь акционерные общества подпадают под определенный риск, например, когда начинают пользоваться внеофисным хранением. В данном случае я считаю, что надо просто подключать все возможные ресурсы, чтобы изменить положение закона, потому что оно отстает от практики, от реальной. Но невозможно, чтобы банк крупный хранил у себя в главном офисе, стоимость которого исчисляется миллионами долларов, всю свою документацию. Для этого есть более дешевые места хранения. Что касается тех вопросов, которые будут присланы мне на почту, по поводу их опубликования. Здесь все будет зависеть от того, какую информацию, какую консультацию потребуется давать. Если она, с моей точки зрения, будет представлять интересы для всех и других организаций и не будет нести определенных конфиденциальных сведений, я думаю, что публикация возможна. Насчет ответственности общества за неиспользование персональных данных сотрудников, я не совсем поняла вопрос. Если можно, уточните, в каком смысле неиспользование данных. Если оно противоправное, то оно в полном мире несет. То есть здесь вопрос вот какой. Сумеет ли страна, которая предъявляет вам претрензий, доказать, какой ущерб нанесен тем, что использованы его персональные данные? Вот попросили прислать насчет вопросов. Так. Список законодательно-нормативных требований в части ужесточения требований. Значит, обобщенного материала нет, но есть несколько моих статей в журналах делопроизводческих, которые описывают ситуацию с тем или иными положениями законодательства. И сейчас я готовлю несколько таких материалов. Я сейчас вам... Значит, все мои статьи выложены в интернете на сайте компании EOS в PDF-файлах. Так, использование... Так что вы там можете эти статьи почитать. Значит, по поводу использования данных сотрудников, представления их оператору связи, хотя сотрудник согласен на их использование давал. Безумно интересный вопрос, потому что анализ арбитражной практики показывает очень интересную тенденцию. Если в самом начале действия законодательства суды, кстати, прокуратура, вставали на защелку и говорили, что переводавать на аутсорсинг персональные данные для обработки сотрудников нельзя, что это нарушает права и что надо обязательно получать согласие, то сейчас вот последние несколько судебных дел выявили очень интересную тенденцию. Суды немножко изменили позицию. Это связано с трактовкой положений закона. И они говорят следующее, что оператором в данном случае, а оператор, он помимо всего обработки персональных данных, он должен устанавливать правила обработки персональных данных. И они, основываясь на этом, говорят, что поскольку правила обработки устанавливает работодатель, то он является оператором и так далее. Но я бы рекомендовала следующее. В этой ситуации, когда все-таки не до конца ясно и не до конца четко понятно, как в этой ситуации действовать, все-таки при приеме на работу брать у сотрудников согласие на то, что их персональные данные для обработки могут быть переданы на аутсорсинг. Этим вы себя просто предстрахуете. А в своих внутренних нормативных документах также зафиксировать этот факт и порядок защиты. Единственный момент. У вас с аутсорсингом должен быть договор о конфиденциальности. Наталья, спасибо за ответ. Так, будет ли какой-нибудь штраф организации, если бумажный документ был утерян, но сохранен в электронном виде? Вы знаете, что здесь опять же ситуация такая достаточно скользкая. Но во всяком случае у меня была, был как-то арбитражное решение очень интересное. Когда организация пыталась отбиться от проверяющих органов, они утеряли все свои документы и проверяющий взялся за 1С. Они пытались сказать, что это не документы, поэтому не имеют права проверять их на этом основании. На что суд сказал, что ничего подобного, это документы, поэтому все нормально, что это информационная система. Но здесь может быть потребоваться решение о подписании документа ЭЦП. Если это документ длительного срока хранения, это значительно, существенно увеличивает риски, потому что сохранение документов, подписанных ЭЦП, очень большая проблема. Так, если есть электронная копия, удостоверенная ЭЦП, штрафа не будет. Значит, опять же, еще раз повторяю, первое, что вы должны сделать, вы должны составить акт об уничтожении документов, о причинах, провести расследование, строго, если вы акционерное общество, в том порядке, как указано в постановлении ФКЦБ 2003 года. Там разбирательство и так далее. И еще вопрос. Какая ЦП? Здесь тоже важный вопрос. То есть у вас должны быть нормативы, нормативные акты, описывающие использование ЦП у вас в организации. Это все должно быть задокументировано. То есть я думаю, может быть, у вас эту проблему можно решить другим путем. Если вы мне напишите в электронную почту поподробнее, что произошло, может быть, мы с вами придумаем другой, более элегантный и простой способ. Наталья, спасибо за ответы. К сожалению, наше время истекло. Но я хочу просто сказать коллегам, что у кого, если возникнут сейчас вопросы или в ближайший день-два, я с удовольствием на них отвечу. Пусть пишут тогда на электронную почту. Да. Я благодарю всех слушателей и вас, Наталья, за участие в нашем вебинаре и надеюсь увидеться с вами вновь. Я рада была рассказать о том, что знаю. Да. Спасибо большое за внимание. Спасибо. До свидания. До новых встреч. До свидания.